А теперь ответьте мне на один вопрос. Вы точно хотите отдать свои кровные биткоины, которые так долго зарабатывали, майнили, копили, каким-то у***** инвестиционных фондов, которые вами манипулируют? Я хочу рассказать вам историю из своей жизни, которая повлияла на моё мировоззрение. Много лет назад, чтобы выжить, я не брезговал теми видами работ, которые не требовали большого ума. Раздавал листовки, проводил опросы, развозил пиццу. Возможно, когда-нибудь вы взяли ту листовку, которую протягивал вам богатейший Ди. Я ходил со старенькой Nokia слайдером и безумно хотел новый телефон. Почему-то думал, что куплю новый смартфон и впечатлю всех своих одногруппников в университете. В итоге, за месяц я накопил немного денег и предвкушал покупку нового, современного на тот момент телефона. Возвращаясь домой, я, как обычно, ожидал маршрутку на остановке, но вдруг заметил книжный магазин. Почему-то он меня заинтересовал. Находясь уже в магазине, на полках я увидел большую энциклопедию розничной торговли. Кстати, эта тема и сейчас мне остаётся интересной. Подумав, я принял решение купить её, потратив почти всё, что зарабатывал целый месяц. Весь следующий учебный год я изучал эту книгу, выписывал из неё формулы, идеи, советы и анализировал полученную информацию. По сути, несколько советов из этой книги я использовал только годы спустя. Однако, это была первая книга, которая начала менять мою жизнь. Это была первая моя инвестиция. Несколько сотен долларов, вложенных в книгу, а не в смартфон. И вот, когда я смотрю на своё решение сквозь годы назад, я понимаю, что качественная информация должна стоить денег. А выгода из этой информации накапливается не сразу, а месяц, год и даже пять лет спустя. Это долгосрочный процесс. Не бывает так, что ты купил книгу «Как стать миллионером» и после её прочтения сразу же становишься самым богатым человеком в этом Вавилоне. Если бы мне тогда предлагали сделку получить информацию на 40 тысяч долларов от передовых умов, и при этом мне не пришлось бы продавать себя на органы ради того, чтобы найти такую сумму денег, я бы не раздумывая присоединился. Возможно, это такое мировоззрение, возможно, интуиция, но это однозначно правильный для меня поступок. Я приглашаю тебя получить эту информацию по криптовалютам. До конца приёма в группу осталось три дня, и после истечения этого срока ты больше о ней не услышишь. По крайней мере, в этом году уж точно. Здесь можно увидеть перечень информационных источников, которые мы купили. А здесь можно найти инструкцию, как вступить в группу. Все ссылки будут в описании под видео. Ну а мы приступаем прямо к контенту. Поехали! Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать на мой канал, канал, на который вы подписываетесь ради ежедневных видео о криптовалюте, а я, в свою очередь, стараюсь эти видео ежедневно публиковать. Собственно, это интервью накопал Санни Декри, за что ему большое спасибо. Ссылка на его видео будет в описании. Подписывайтесь на его канал, парень делает контент каждый день. 22 июля 2019 года это очень важный день, который многими был пропущен. Именно в этот день Бакт начал пользовательское тестирование биткоин фьючерсов. Но цена биткоина, похоже, не смогла позитивно на это отреагировать. По всей вероятности, эта реакция уже была. Вот здесь. Это и была реакция курса на эту новость. Ведь клиенты Бакт, очевидно, не будут тыкать кнопки «купить» на таких биржах, как Coinbase, Binance и так далее. Все это будет происходить на внебиржевых рынках. Сегодня мы собираемся вернуться назад во времени более чем на год назад, чтобы посмотреть эту дискуссию между Гленом Бэком и Тика Тивари. Мистер Тивари дает нам очень полезную информацию и доказывает, почему институциональные инвесторы уже давно инвестируют в биткоин. Это будет довольно ошеломляющим видео. Я обещаю вам, что и для тех людей, которые уже видели это интервью, этот ролик все равно покажется сногсшибательным. Это действительно важно, поэтому я советую вам не пропустить ни минуты и смотреть до конца. Изначально, когда я впервые познакомился с биткоином, я подумал, что это мошенничество и пирамида. Я сказал, что да, это просто не имеет никакого смысла. Вся эта куча людей, которые добывают этот вид волшебных интернет-денег, после чего заявляют, что теперь у этого есть значение. Это просто казалось мне смешным. Биткоин вырос 7 долларов до 1000, а затем рухнул до 200, и тогда я сказал, да, это конец биткоина. Но затем произошло нечто действительно шокирующее. Видите ли, когда что-то мошенническое, пирамида или пузырь, например, лопает, оно обесценивается до нуля. Но потом я посмотрел на биткоин, а он все еще имел капитализацию около 3 миллиардов долларов. Я сказал, что-то я здесь не понимаю. Позже я услышал речь, произнесенную в январе 2016 года, и наконец понял силу биткоина и блокчейна. Я понял, что таким образом люди, которые не знают друг друга, могут доверять друг другу. Мы могли бы доверять друг другу, и мы могли бы ценить то, на что никто другой не мог бы претендовать. Сегодня и ранее мир работал совершенно не так. Не имеет значения, насколько вы богаты, если у вас есть акции на рынке недвижимости, облигации или золото. Если правительство захочет забрать эти ваши деньги, вы ничего не сможете с этим сделать. Прелесть криптовалюты заключается в том, что если вы храните свой личный ключ или пароль безопасности, никто не может их отобрать у вас. Такого еще никогда в истории не было. Если вы террорист, агент ЦРУ или торговец с наркотиками, и вы используете биткоин, то вы глупы. Да, именно так мы поймали русских, мы выследили их благодаря биткоину. И это одна из тех вещей, которая вроде бы ввязывается в заговор, который происходит, если это так можно назвать. То, о чем вы говорите, это сознательное снижение цены актива людьми. Да, они делают это публично, а затем быстро покупают его. Это манипуляция, а также огромный перенос богатства, который происходит прямо сейчас. В последний раз я видел нечто подобное в 1994-1995 годах, когда в начале и середине 90-х годов люди зарабатывали огромные суммы денег, покупая акции таких компаний, как Dell, AOL, Microsoft Netscape и другие акции интернет-компаний. Финансовые учреждения полностью пропустили этот бычий рынок, поэтому они издевались над этими так называемыми леммингами. И поэтому в 1994-1995 годах у нас был небольшой медвежий рынок. Спустя время институционалы снова заявили, что покупая интернет-акции, вы показываете себя идиотом. И как следствие появилось множество людей, которые продавали свои акции AOL, Microsoft и Dell. Но угадайте, кто покупал их? Это были финансовые институционалы. Если вы посмотрите на график институционального распределения для сделок венчурного капитала в интернете, то он удвоился с 1994 по 1995 год, в тот момент, когда институционалы говорили, что этот рынок для идиотов. Никто не должен был покупать эти вещи, поэтому они буквально украли все это богатство, которое должно было быть в руках людей, которые владели этими акциями. И затем с 1995 по 2000 год мы имели крупнейший бычий рынок, который мы когда-либо видели. На рынке появилось 5 триллионов долларов. Так что этот план создания страха, чтобы получить дешевые цены, не является чем-то новым. Но подожди секунду, это действительно важно для меня. Поговорим о том кризисе с недвижимостью. Те банки, которые скупили все эти дома, они были теми, кто вызвал эту проблему тогда. Они говорили, что убирает мусор со стола. Посмотри, теперь это больше не является мусором. Да, когда недвижимость выросла на 40-60%, это перестало быть барахлом. Это произошло в период с 2011 по 2012 годы. Группа Blackstone покупает 50 тысяч домов, но в этот период обычный человек не мог получить ипотечный кредит, правильно? Человеку фактически было невозможно получить ипотечный кредит в течение этого времени. Именно тогда, когда учреждения покупали. В 2003 году произошел крах доткомов. Если мы вернемся в 2003, то даже тогда, когда рынок начал подниматься, институционалы говорили, ой, не покупайте акции технических компаний. Знаете, они это надувательство. Не покупайте акции технических компаний. Но если вы изучите всю отчетность, то поймете, что финансовые учреждения все это покупали. То есть это то, как богатые становятся богаче. Они знают, что они связаны между собой и могут кооперироваться и заниматься инсайдерской торговлей, которая не противозаконна. Именно. Они просто манипулировали новостным циклом. Никого никогда не арестовывали за это. И теперь это происходит с криптовалютой, верно? Я лично знаю людей, которые вошли бы в рынок и остались там, если бы эти институционалы не говорили то, что они говорят. Правильно. И это действительно было чрезвычайно вопиющим случаем. 12 сентября Джейми Даймонд сказал, что биткоин это мошенничество. Он говорил, что уволит любого из своих трейдеров, который купит биткоин. Биткоин падает на 24%, когда Джейми Даймонд говорит это, потому что люди его слушают. В эти выходные мы узнали, что крупнейшими покупателями биткоина на тот момент были Морган Стэнли и Джей Пи Морган. И все это вполне себе законно. То есть он говорит, что биткоин это мошенничество, и в то же время его компания покупает биткоин. Да, именно так. Как же это неэтично. А что же Джордж Сорос? Джордж Сорос сказал, что биткоин это наихудшая инвестиция в мире. После этого биткоин падает в цене 24 января. Не покупайте биткоин, говорит Сорос. В основном он подливает бензин в огонь в этот момент. Итак, биткоин падает на 44%. Да, и затем здесь, в апреле, примерно через 2 месяца, угадайте, что мы узнаем? Что у Сороса есть семейный офис на 26 миллиардов долларов, который имеет право на покупку криптовалюты. И вы узнали об этом публично? Да. Goldman Sachs, 7 февраля. Большинство криптовалют обрушится до нуля. И я помню, как они сказали это в феврале. Но после я узнаю, что Goldman Sachs были создателем криптовалютного фонда. В то время, конечно, они отрицали это, а цена биткоина снизилась на 27%. А затем что мы узнаем? А затем мы узнаем, что они, говоря, что биткоин обестанется до нуля, открывают свою торговую площадку. И вложили в нее 400 миллионов долларов. Поэтому февраль биткоин упадет до нуля. Май, почему бы не потратить 400 лямов на торговую криптоплощадку? И они не единственные. Да, есть много финансовых учреждений, которые поступают так же. У нас есть Кристина Лагард из МВФ. Но самое смешное здесь то, что это происходило примерно в одно и то же время. Это как будто бы заговор. Вероятно, эти люди тусуются вместе, одинаково думают, поэтому и не обязательно звонить друг другу. Они просто знают эту игру. Да, так что Кристин Лагард из МВФ говорит, что в первой половине года все центральные банки должны объединиться против криптовалюты. И это было игрой на публику, что эти парни никогда не позволят биткоину выжить. И поэтому люди подумали, что криптовалютам пришел конец. Позвольте мне показать вам диаграмму пяти падений биткоина, которые произошли в этом году. Объясните нам их. Я рекомендовал биткоин вот здесь. И в 2017 году мы увидели эту огромную волатильность. Но вы должны помнить, что если бы вы не видели вот этого, то вот это большое движение вниз очень сильно вас бы напугало. Поэтому каждый раз, когда происходит 40% падение, людям становится страшно. Это и произошло в июле. Так что это одна из причин, почему я говорю, что биткоин это не пузырь. Потому что если вы посмотрите с 2011 года, то увидите 4 основных движения от минимумов к максимумам. И даже если бы вы купили на максимуме каждого движения, вы все еще заработали бы деньги, если бы не продавали. А это то, чего точно не может произойти в пузыре. Поэтому вместо того, чтобы слушать, что говорят эти люди, смотрите на то, что они делают. Я хочу, чтобы вы сейчас сосредоточились на хедж-фонде миллиардера Стивена Коэна, который стоит от 12 до 14 миллиардов долларов. Безусловно, это самый умный, управляющий хедж-фондами в мире. И он купил биткоин на уровне 6800 долларов. Марк Лесри, Avenue Capital Group, который имеет 1,5 миллиарда долларов, вложил 1% от своего собственного капитала в биткоин на уровне 7500 долларов. Эндрю Горовец, Марк Эмери, Мэттью Джейсон, один из первых инвесторов ВНБ, Скайп и Фейсбук, только что создали фонд в 300 миллионов долларов и участвуют в биткоин-фьючерсах. Саски Хена является 12-й по величине торговой фирмой по объему, и теперь у них есть собственный отдел хранения биткоинов, собственный отдел торговли, где они торгуют биткоином и эфириумом. Голдман Сакс теперь имеет нового генерального директора Дэвида Соломана, и самый профессиональный трейдер на Уолл-стрит теперь тоже торгует биткоином. Глава BlackRock компании, управляющей огромным количеством активов Ларри Финк заявляет, О, криптовалюта биткоин хороша для торговца наркотиками и отмывания денег, но угадай, что происходит сейчас? Он собирается запускать ETF. Он работает над созданием фонда, который позволит любому купить и продать биткоин так же просто, как нажать кнопку на клавиатуре. Вы должны взглянуть на все эти доказательства, ведь все эти люди уже богаты, все эти люди заботятся о своей репутации. И если биткоин такой плохой актив, то почему все эти люди вляпываются в него? То есть они правильно разыграли свою карту, толкнули рынок вниз, затем сказали, что не стоит покупать, когда рынок находится на спаде, но в тот же момент они сами начинают покупать. Именно так. Ребята, и что мы узнали из сегодняшнего видео? Все довольно просто. Не слушайте, что они говорят. Смотрите на то, что они делают. А теперь ответьте мне на один вопрос. Вы точно хотите отдать свои кровные биткоины, которые так долго зарабатывали, майнили, копили, каким-то у***** инвестиционных фондов, которые вами манипулируют? Хотите или нет? Я лично нет. На этом у меня все. Меня зовут Богатий Иши Ди. И как обычно, подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!